Я репетитор. Как пробивать потолок дохода, если ты самозанятый и твой доход зависит от труда часов? Стратегий, дающих кратный рост, две. Опытный, успешный, самозанятый, фрилансер, отличается от новичка не уровнем навыка, ремесла и широты технических компетенций в сфере, а тем, что опытный знает, где искать клиентов, умеет продавать свои товары и услуги. И фактически заказы получает, есть поток клиентов. На 1 миллион владельцев молотка 850 тысяч, умеющих им пользоваться. 20 тысяч, знающих, кому и где можно продать услуги по забиванию гвоздей. И 50 человек, реально эти услуги продающих. Репетиторов, желающих заработать, больше, чем зарабатывающих. Вывод. Начните продавать трудочасы других. Откройте школу по подготовке к экзаменам, когда вместо траты 1 часа на обучение 1 ребенка, вы потратите час на продажу трудовремени 3 репетиторов, наемных на условиях 50 на 50, грубо не считая затрат на школу и т.д. Вы уже заработаете 150% от своего дохода в час. Когда студия по разработке сайтов упирается в потолок дохода создания одного сайта относительно трудозатрат группы разработчиков, она создает условный конструктор сайтов Тильда. Клиенты реализуют потребность в сайте самостоятельно, не загружая трудочасы разработчиков. Видео про вторую стратегию уже загружено на канал.